Рецепт приготовления борща Одна луковица, одна морковь, пару средних помидор и растительное масло. Также в борщ мы будем класть капусту, картофель, морковь, свежий лук, свежий болгарский перец, лавровый лист, базилик, перец молотый черный и красный, соль, молотый кориандр и перец горошком. Варить борщ лучше в эмалированной кастрюле. Данная кастрюля на 4 литра. Мясо помыли и положили в кастрюлю. Налили в кастрюлю холодной воды и поставили на огонь. При закипании воды в кастрюле снимали пену. Вода закипела, положили в кастрюлю луковицу. Накроем крышкой. И будем варить в течение полутора часов. Крышку на кастрюле закрыли неплотно, оставили небольшую щель, чтобы выходил пар. Избавили огонь. Пока варится мясо на борщ, мы порежем овощи и приготовим зажарку. Порезали лук. Помидоры. И капусту. Морковь порезали соломкой. А картофель небольшими кубиками. Картофель я переложила в кружку и залила холодной водой, чтобы он не потемнел. Овощи на борщ нарезаны. Сегодня я использую свежую молодую капусту, поэтому не использую свёклу. Свёкла даёт сладкий привкус. Если вы хотите, чтобы борщ был с кислинкой и готовите его из свежей молодой капусты, тогда лучше свёклу не класть в борщ. Если борщ вы будете варить из квашеной капусты, то тогда свёкла, наоборот, нейтрализует немного кислоту и даст приятный сладковатый привкус вместе с кислой капустой. Если в приготовлении борща вы будете использовать свёклу, тогда нарежьте её соломкой, так же, как и морковку. Зажарку для борща лучше делать в тяжёлой металлической сковороде, без стеклонового покрытия. Сковороду поставили на огонь и добавили растительного масла. Сейчас будем жарить зажарку для борща. Сначала обжариваем лук. Лук немного обжарился. Сейчас добавим сюда морковь, всё перемешаем и будем обжаривать дальше. Морковь с луком немного обжарились. Теперь добавим сюда порезанные помидоры и всё хорошо перемешаем. Будем жарить дальше. Помидоры обжариваются вместе с луком и морковкой. Мясо варилось полтора часа. Из кастрюли я шумовкой достала луковицу. Её надо выбросить. Зажарку надо постоянно помешивать. Когда помидоры размягнут и станут уже кашеобразные, сковородку накрываем крышкой, чтобы зажарка немного подтушилась. В сковороде с закрытой крышкой тушим зажарку не более трёх минут. Выключаем огонь и убираем сковородку, накрытую крышкой, с плиты. Из кастрюли с бульоном достали мясо шумовкой. Будем его отделять от костей и разделывать на мелкие кусочки. В кастрюлю с бульоном положила нарезанное мясо и добавила кипяченой воды. В кипящий бульон с мясом добавим лук свежий. Бульон с добавленным луком закипел. Теперь добавим свежую морковь. Далее в кипящий бульон добавляем капусту. Когда капуста закипит в кастрюле, добавляем перец и лавровый лист. Далее добавляем картофель и всё перемешиваем. Добавляем в борщ зажарку и всё перемешиваем ложкой. Помешивая ложкой, определите, какой густоты получается борщ. При необходимости добавьте кипяченой воды. Борщ солим по вкусу. Добавляем молотую паприку, молотый чёрный перец и молотый кориандр. Когда картофель сварится, тогда борщ наш готов.